здравствуйте друзья часто спрашивают а нельзя ли вот там учиться в портнов компьютер school по русски и для тех кто не знает портнов компьютер school это американское заведение в кремниевой долине вот мы сейчас с вами где едем и мы учим тестировать программное обеспечение соответственно помогаем там найти работу в онлайне живьем тут так далее так вот этот самый вопрос по поводу обучения на русском последнее время вот связи с тем что активизировались массы они подают там свою заявку на участие в лотереи green card и с английским у многих я так понимаю не очень хорошо а green card хочется и вот они начинают думать как им дальше жить вообще как устроиться и тут у меня просто удесетерились вот эти вопросы ну и я как бы реагирую в том смысле в каком когда часто спрашивают то как-то значит хочется поговорить на эту тему я хочу сказать вот что есть некоторые предыстории у этого у всего но прежде чем я начну с предыстории я скажу сразу к чему я клоню чтобы уже может быть там кому не интересно уже и не слушаю начну я с того что вы не можете в сегодняшнем мире вот сегодня 2018 году вы не можете рассчитывать обучаться в америке на русском и найти работу вы можете для чего-то это делать ну я не знаю для чего она вам надо но ну да но во всяком случае работы вы скорее всего не найдете точнее нельзя сказать что гарантий что это гарантия что вы не дойдете нельзя сказать что вероятность найти работа равна нулю так сказать неверно но она настолько близко к этому что в общем то можно сказать что равна 0 так что происходит давайте теперь к предыстории портнов компьютерскую возникла в девяносто четвертом году можете себе представить 24 года назад вот уже в это время мы были так сказать в операциях и учили мы по-русски по-русски мы учили до девяносто шестого года с девяносто шестого по 2000 2000 мы учили на двух языках то есть были группы русские были группы английский я просто рассказываю чтобы вы понимали что у меня есть опыт там семилетний в этом вот до в обучении на русском на русском тут на английском там и кончилось это тем что вы перестали учить на русском а стали учить только на английском почему мы сначала учили на русском две причины для причина первая индустрия айтишная в то время совершенно нормально относилась к тому что кто-то там не очень сильно там здоров по английски были люди из китая приезжали были люди там из ссср приезжали не очень рубили но неважно вот допустим там есть там какой-то русский но там еще одного возьмем там он ему случае чего объяснить и это было обычным делом ну просто обычно сейчас так не получается сейчас вот этот отжал сейчас совершенно другой цикл разработки сейчас то есть там надо надо встать и сказать надо написать то есть уже ты можешь вот таким немым там присутствует кроме того сейчас по сравнению с девяносто четвертом или девяносто шестом когда вообще не было никого из индии ну то есть просто вот как как будто индии как страны нет но вот я работал первая моя компания там было 30 человек инженеров был один из индии ну вот знаете поэтому их практически русских было чек 6 из индии был один и вот это состояние а когда стали поддержать люди из индии а сейчас их тут я не знаю официальной статистики но я думаю что если по софтворным компаниям так пойти то процентов может быть 70 я не меня у меня такое ощущение субъективно то есть и большие и маленькие какие хоть они так говорят по-английски они образование получали на английском конечно у них акцент жуткий то есть ну не у всех у некоторых не такой жуткий но во всяком случае понять то их можно тем более они друг друга понимают а их же большинство то есть они как-то друг друга понимают вот это вот шамку еще там шапша понимают вот и тут вы поэтому человек который на по-английски нездоров он просто не может реально работал он он на этом все заканчивается причем работать не то что он сел там и литературу понимают какую-то описание там что-то нет он должен он участвует в митингах он все митинг каждый день приходит утро митинг там 20 минут 30 минут там стендап бом-бом-бом поговорили кто что чего где то есть английский должен быть на уровне поговорить причем не вообще поговорить а так еще в группе поговорить это неважно там ты тестируешь ты программируешь ты там еще чем может делать вот так работает поэтому требования к английскому возросли самым кардинальным способом на самом кардинальном таком уровне эти очень-очень кардинальный выросли эти требования теперь учиться на русском это значит не быть в состоянии пройти интервью на английском я возвращаюсь того времени когда мы учили их по-русски почему мы еще учили их по-русски вот так первая причина была то что рынок в общем то все это съедал нормально вторая причина была в том что они не говорили по-английски была колоссальная беженская волна эмиграции просто но вот люди с мест . беженцы да вот снялись и поехали быстро и они не говорили они все там образованы это это была беженская еврейская волна то есть там все образованные процентов 20 с учеными степенями в эти и а по-английски не говорят но может это даже читал там какие-то научные статьи читал а так говорить то он не может и вот и вот это мой таскать народ которым я работаю но естественно я хочу по-русски а как их еще учить потом проходит какое-то время и мы думаем ну давайте будем учить еще по-английски тоже мне хотелось чтобы у нас появились in из индии там из китая люди то есть хотелось расширить то есть я не имел ввиду учить русскоязычных папа английский не дашь мир тогда это в голову не приходило но я думал что давайте вот мы подключим кого-то в девяносто шестом году вот стали значит из индии нет так я просто рекламу давал в индийских журналах там в китайской газете и так далее стали приходить люди ну а поскольку они довольно хорошо устраивались то тут же приходили другие 3 10 поэтому я как бы стартовал этот процесс с помощью там очень небольшой суммы уплаченной в рекламу а дальше он уже там покатился сам по себе и вот ну а их по русски не будешь учить и мы говорим тогда у нас будет классы по русски и классы по английски дальше произошла очень интересная вещь многие люди которые казалось бы русскоязычные ну спустя действительно русскоязычные и казалось бы могли пойти в класс на русском не хотели идти в класс на русском причем это были именно те люди которые боялись что не смогут пройти интервью примете еще раз люди которые плохо говорили по-русски хотели учиться по-английски люди которые хотели учиться на русском это были люди которые в америке уже какое-то время были так ведь жили работали там ну кто кем кто по бухгалтерии кто там еще где-то у них был очень неплохой английский и вот эти люди говорили я пойду по-русски поучусь потому что у меня нет проблемы пройти интервью но я хочу информацию новую необычную для для меня новая профессия я хочу ее получать на родном языке чтобы лучше туда значит проникнуть и вот это да ну конечно там мы по-русски бы и не сказали этих слов которые тут терминология американская американская и собственно я я же их по-русски тоже и не знал вот то есть мы учили конечно с терминологии из полный вот на английском языке и собственно литература которую мы читали было на английском языке все было на английском мы писали тест-кейсы на английском мы абсолютно все делали на английском кроме объяснений которые давались в классе то есть мы как бы совмещали там два языка но язык преподавания был русским а тут появился значит настал от по-английски и вдруг выяснилось что у нас банк выязычных группах русских не меньше чем там из индии из китая народа русскоязычных но еще раз время шло и начиная вот ну потом рецессия была об обвал интернет бума соответственно резко упал рынок и рынок этот стал более требовательным уже можно выбрать и к этому моменту уже вот сейчас квот она рабочие визы и члены сейчас это квота 65000 а в 99 в 2000 нам эта квота была 200000 там специальным указом на пять лет приподняли сначала приподняли до по моему 100000 потом не хватало приподняли до 200000 на пять лет и можете себе представить и вот значит кремниевая долина стала такой как бы типа индийской такой долиной и в общем и в целом начиная с 2001 там второго года сама мысль о том что можно не не владеть английским так более-менее прилично и например пойти искать работу эта мысль была очень странной и что тут сказать на форуме тогда еще вот не было форума говорим про вес а был форум привет он такой был привет датком он был такой очень популярен популярный и там вот все тусовались собственно он один ты был других не было и вот там была такая мулька я поставлю ее в название этого видео мулька это звучало так но у english но у джоб тоже многие это можно вот приехать в америку но так чтобы вот без языка но вот как-нибудь так вот и вот прям вот как ну да я помню там паренек был он где то можно так приехать вот куда-то в америку чтобы там садик для ребенка был на по-русски чтоб магазин и там врачи там и тогда есть такой город ему пишут нижневартовск например конечно есть но вот 20 лет назад это было в общем тоже довольно понятно и так посмеивались над теми кто норовил приехать и все по-русски делать но сегодня ситуация кардинально кардинально изменился поэтому что я хочу сказать если вы хотите освоить профессию так и вашего английского сегодня не хватает на то чтобы учить эту профессию изучать эту профессию по-английски то я например не взял бы на себя ответственность за вашу судьбу за ваше будущее искать иди сюда я тебя научу и ты найдешь работу я бы сказал наоборот я вокруг послушать сюда ты хочешь найти работе сильно хочешь значит ты учишься по-английски это твоя проблема и ты ее будешь решать никто не решит ее за тебя ты будешь учиться по-английски и изучая там тестирование изучая программирование изучая там java c++ там не знаю python там java script там и что тебе придется изучать руби вот ты будешь учить его на английском и все и такое количество ресурсов сегодня есть я не ну ну мама родная не каждый может по ресурсам там есть люди ну самостоятельно не каждый может допустим ему нужно прийти куда-то чтобы там был класс чтобы ему объясняли индивидуально он не хочет в записи смотреть он хочет чтобы был преподаватель и вот мы сидим тут вот время думаем как это сделать чтобы в онлайне и мы сейчас делаем небольшие группы там по 20 человек и там преподаватель между занятиями раз неделю занятия и он значит всю неделю между этими занятиями затем отвечает на вопросы как-то вот так чтобы было индивидуальное внимание потому что когда я учил онлайн-класс у меня там может быть там 100 человек одновременно в классе потому что я теорию тестирования объясняю мне вот мне не нужно помогать им там компилировать код какой-то перед отлаживать отлаживать код писать то программы тогда но такие дела поэтому к чему я это рассказываю если вы действительно хотите результат значит вы должны принять правила игры срезать не удастся слева справа подскать проскочить там по кустам прошмыгать не удастся вы только об деретесь и никуда не придете поэтому правила игры таки такие в америке жить значит на английском функционировать если вы хотите жить в америке не функционируя на английском ничего кроме глубокой задницы с вами здесь не произойдет вы должны сказать себе я выбираю глубокую задницу это ваш выбор и замечательные вы как бы выгодил я считаю глубокую задницу я назову ее коммунизм и вот буду жить при коммунизме конечно ну кто же кто же сказал вот если вы хотите жить нормально нормально не не то что там ну 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 не ниже плинтуса просто жить давайте я живу в англоязычной стране или собираюсь жить в англоязычной стране я учу язык учу сейчас вот вы подали там заяву на грин карт лотерею на участие вот сейчас учите английский не ждите выигрыша там уже не останется времени никакого учить английский даже если вы не выиграете вам неплохо с английским то лучше чем без него вот как сегодня без английского уж совсем никуда знаете поэтому учить на здоровье это бы полезная вещь можете за да там пойти в жим покачаться можете танцы там еще но английский то надо и вот давайте а камеру переверну на дорогу а то я про кремниевую долину кремниевую долину думают люди а где это я вот 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 город саневейл пожалуйста мы съезжаем с хайвея тут на городскую улицу мне там нужно к человеку зовет так вот сюда переберусь вот значит общее правило значит в америке жить по-английски ну не то что уж прям говорить но функционировать мы должны понимать что вам говорят вы должны быть в состоянии сказать так чтобы вас поняли и это то к чему вы стремитесь и вы говорите себе я не буду пытаться срезать этот угол срезание этого угла пойдет живым срезом по вашему телу по вашей судьбе по вашей жизни теперь если вы конкретно примитивная к вопросу о котором мы сейчас говорим если вы собираетесь что бы то ни было изучать вы можете изучать программирование вы можете изучать или на там как у нас тестирование бухгалтерию вы можете изучать парикмахерское дело там я не знаю что но вы вы должны в америке учиться этому на английском безусловно вы можете научиться программировать дома да вот там где вы сейчас живете в идеале вы должны были бы научиться там программирование еще поработать но программирование опять тестирование у там и у нас есть полные полно людей которые учились по моему русскоязычному курсу меня есть курс на русском языке записаны просто просто видео портнов.com slash 2018 это последняя версия этого курса вот в этом году записали для тех кто живет там и хочет там искать работу вот он записывал есть пожалуйста учитесь по-русски работаете там по-русски по-английски как вам удастся потому что даже работая там день в украине россии белоруссии вы все равно будете есть шанс иметь дело с американскими компаниями или там иностранными какими-то не американскими вы будете это делать по-английски заодно подойдет английский пожалуйста вы можете учиться но если вы уже в америке не пытайтесь потому что это все против вас вы это сделаете против себя то есть у вас много будет препятствий на пути вы первое просто не научитесь то есть человек я объясню человек который хочет учиться по-русски это человек у которого очень мало шансов вообще доучиться до конца вот допустим пришли вы учиться по-русски вас 100 человек в группе там 95 там 92 доучились пришли вы учиться по-русски тот же самый курс но по-русски там не знаю там 25 доучились почему да потому что это признак слабины собрать дохлых в одну группу или собрать просто людей в одну группу я не говорю про крутых ну или дохлых или просто людей и вы идете в категории дохлый вы идете в категории но увы да ну то есть чудо вы вы рассчитываете на чудо вот чудо также как выигрыш в лотерею обычно происходит с другими людьми понимаете какая интересная особенность почему-то чудо происходит не с нами а еще с кем-то вот поэтому раз уж вы играете в лотерею раз уж вы интересуетесь иммиграции давайте я на себя поверну не знаю тут темновато вот значит не рассчитывайте на чудо рассчитывайте на нормальные как бы вещи которые должны происходить с нормальными людьми и вперед учитесь 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 языку программированию парикмахерскому делу я не знаю там масса массажа что вам нравится делать жизни что планируете делайте на здоровье но если вы уже в сша да вы учитесь по-английски я понимаю что учиться по-английски там допустим в киеве наверное тоже можно но но было бы странным вот но но здесь уже без вопросов ребят я это прошел я 24 года в этом 24 года назад мы учили по-русски и это работало последние ну я не знаю ну не 20 но скажем так лет 16-17 если бы у вас была статистика тех кто учит по-русски вы бы увидели насколько это невозможно с точки зрения того что они потом найдут работу я имею ввиду а идти я не знаю может быть на траки водить может быть можно и так тоже я я не знаю это не 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 моя область я не скажу но в общем такая вот история счастлива не спрашивайте можно ли у нас учиться по-русски у нас нельзя можете в онлайне там посмотреть ну смысле видео висят можете смотреть но я я на себя ответственность не беру и как бы и вам очень не советую счастлива